Продолжение следует... Противодействовать инфекции помогает вакцинация, однако по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. Ставропольский край будет сотрудничать с новым банком развития. Это международная финансовая структура, утвержденная странами БРИКС. Перспективы совместной работы обсудили по видеоконференц-связи представители банка и губернатор Владимир Владимиров. Регион предложил поучаствовать в финансировании нескольких крупных проектов. Например, реконструкция аэропортов, улучшение системы водоснабжения и защите окружающей среды. В Международном банке назвали такой план действий масштабным и перспективным. Все предложения будут детально проработаны. Нам очень важно будущее. Сегодня мы много сделали для того, чтобы текущее положение поправить. Но вся идея развития Ставропольского края – мы зеленый очный регион, мы экологически чистый регион. И мы хотим максимально все, что касательно чистоты будущего в части экологии, к себе приводить. В Светлограде на территории школы номер 5 строят спортзал и мастерскую. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента и изготовлению металлических конструкций помещений. Скоро дети смогут полноценно заниматься на уроках физкультуры и технологии. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы развития образования. В этом году капитально отремонтируют здание детской школы искусств в селе Дмитриевском Красногвардейского округа. Специалисты уже демонтировали полы и дверные проемы. Также обновят фасад, кровлю, заменят системы отопления и канализации. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». В этом году в селе Левокумском благоустроят парк на улице Комсомольской. Специалисты обустроят несколько входных зон, где разместятся арт-объекты и скульптурные композиции. Также на территории объекта создадут поле для мини-гольфа, тематические беседки для настольных игр и установят специализированные уличные тренажеры. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова